Всем привет, с вами я, Дима, и я тут заметил, что вам очень нравятся выпуски про мультфильмы, а также страшные пасхалки. И я подумал, почему бы не совместить это? К сожалению, страшных пасхалок в мультфильмах нет, но зато есть страшные мультфильмы, о которых я вам сегодня и расскажу. И да, это не совсем привычная для моего канала тема, но я надеюсь, что вы поддержите этот ролик лайком, и тогда я продолжу делать всякие интересные подборки. А перед тем, как начнём, хочу посоветовать вам крутую современную игру World Thunder. Только здесь можно увидеть битву танка и самолёта в море, а если и этого мало, то знайте, совсем скоро в игру добавят флот. И только представьте себе танки, самолёты и корабли в одной бесплатной игре. Ссылка в описании, при регистрации ты получишь подарок, а если кликнешь по ней с телефона, то получишь крутую мобильную игру бесплатно. И начну я, пожалуй, с мультфильма «Кто голоден», который начинается вполне безобидно. Вот едет фургон с мороженым, за ним бегут детишки, наверное, чтобы как-то охладиться этим жарким днём. Однако уже настораживает, что в этом мультфильме чёрно-белый фильтр, как бы намекающий, что это не совсем детский мультик. Да и вообще события происходят довольно-таки быстро. Вот детишки берут мороженое, а вот уже мороженщик берёт этих самых детишек. Далее нам показывают дом мороженщика, вернее, дом маньяка мороженщика. А ещё вернее, Ганнибала маньяка мороженщика. И да, всё именно так. Здоровенный мужик забирает маленьких беспомощных детей к себе домой, а после готовит их в миксере и добавляет к себе в мороженое. Это на самом деле очень напоминает сказку «Братьев Гримм», в которой также брат и сестра попадают в лес, где находят домик ведьмы-людоедки. Здесь же, как и в сказке, детям удаётся сбежать от людоеда, и сцена этого самого побега выглядит довольно-таки жестоко. Сначала девочка ломом пробивает голову мороженщику, а после он и вовсе попадает в свой миксер и превращается в фарш. А следующий мультфильм – это «Chainsaw Matt». В начале мультфильма нам показывают маленькую девочку, отца и няню. Видимо, девочка осталась в раннем возрасте без матери, и няня помогает отцу в воспитании дочери. Ну и не только в воспитании. Видимо, если бы не этот стук в дверь, мы бы начали смотреть пластилиновые порны. В конце концов, няня решает открыть дверь и видит там окровавленную женщину. И судя по реакции отца, это и есть мёртвая мать девочки. В общем, женщина заходит в дом и повторяет несколько раз фразу «Они рядом». Но герой так и не добивается от неё. «Кто же рядом?» И она просто падает на стол. Хотя не просто. Сначала она выблёвывает все свои внутренности, и после падает на них прям лицом. Именно отсюда и начинается самая жесть. Отец подходит к трупу женщины, чтобы узнать, жива ли она или нет. Она, блядь, выблевала 90% сама себя. Но та резко поднимается, и как оказывается, она становится зомби. Дальше происходит настоящая резня с кишками, кровякой и прочим. Если хотите, можете посмотреть всё это на ютюбе. Ну и заканчивается всё тем, что няня убивает всех зомби. Хотя нет, не заканчивается, ведь есть и вторая часть этой короткометражки. К слову, во второй части анимация уже намного лучше. Видимо, сборы дают о себе знать. И начинается всё с того же. Няня заходит к девочке, чтобы напоить её газировкой, и видит, что у девочки умер цыплёнок. Они идут во двор, чтобы похоронить его, а после идёт уже знакомая нам сцена. Рассказывать, что будет дальше, думаю, нет смысла. Можете посмотреть всё сами. Скажу только то, что здесь есть отсылка на зловещих мертвецов. И да, не сказать об этом я просто не мог. В начале ролика я сказал, что эти подборки будут состоять из страшных мультфильмов. Однако определение страха для каждого своё. Как мне кажется, добавлять мясо, кишки, резню, скримеров и прочую мишуру может любой психически бойной аниматор. Просто посмотрите на это. Чтоб вы понимали, тут, блядь, 15 миллионов просмотров. Поэтому, как я и сказал, добавлять расчленёнку может любой, а вот затронуть и рассказать о страшной проблеме могут не все. Поэтому в этих подборках будут и просто жуткие, а местами грустные мультфильмы. Знаю, долго объясняю, но лучше объяснить всем за 10 секунд, чем потом читать комментарии, чё-то я не обосрался дизлайк. Но сейчас немного о философском мультфильме. Короткометражный мультфильм «Чилдрен» или же «Дети» затрагивает страшную проблему реального общества. Он критикует систему государственного образования и показывает нам, что в школе подготавливают обычных рабов системы. Все дети в мультфильме абсолютно одинаковые. Единственное, что их отличает, это цифры на голове. Этим автор хотел показать, что то же самое происходит и в реальных школах. У детей подавляют индивидуальность и делают их похожими друг на друга путём разговоров о том, какими они должны быть и какими не должны. Из детей готовят рабов, которые будут работать на государство и будут платить государству. То же самое, кстати, касается и учителей. Они носят маски с нарисованной улыбкой, что отсылает нас к лицемерию. То есть учителя постоянно говорят нам, учитесь хорошо и всё будет хорошо. Но из жизни мы знаем, что это далеко не всегда так. Единственное, кто в мультфильме отличается от остальных, это мальчик под номером 4483. 4483 первым подаёт голос, а уже потом это делают и остальные. И даже когда эти самые дети, олицетворяющие общество, восстают против системы, они всё равно остаются этой группой, показывающей нам, что человечество вечно следует друг за другом. В конце же мультфильма номер 4483 смотрит на собаку, пытающуюся пробежать через железную дорогу. Здесь мультфильм нам показывали это трижды, но каждый раз собаку сбивал поезд. Однако в конце мультфильма 4483 спасает собаку, но погибает сам. Так мультфильм затрагивает сразу несколько проблем. Проблему системы образования, лицемерие и вечно актуальную тему свобода. Ведь как доказали многие философы, абсолютная свобода в человеческом обществе просто невозможна. И в этом мультфильме автор показывает, что как только человек получает свободу, он тут же погибает. А вообще лично я считаю, что самые страшные мультфильмы были в СССР. Просто посмотрите на это и, думаю, мало кто не согласится со мной. Но да ладно, думаю, это заслуживает отдельного ролика. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если хотите продолжение, не забудьте поставить лайк. Также пишите в комментариях, какие мультфильмы мне лучше показывать. Вот такие вот какие-то философские или там, где больше кровяки, трэша и прочего. Если у вас есть на примете какие-то мультфильмы, то тоже пишите в комментариях. В общем, всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!